Друзья, всем привет! Новый Skoda Rapid у нас сегодня. Вы скажете, Дима, ну ты пипец, уже все сняли эту машину, что ты нам про нее расскажешь. В этом видеоролике я вам хочу рассказать такие нюансы, как цены на автомобили, какие на них реальные скидки, сколько стоит содержание на автомобиле, в какую сумму вам обойдется каска, техническое обслуживание. Чтобы вы, посмотрев этот ролик, уже примерно представляли, какую версию вы себе можете купить. Потому что я пробегусь по комплектациям именно с точки зрения ценообразования. Таким образом, досмотрев этот видеоролик, вы уже будете понимать, какие Rapid'ы покупают, какие не покупают, про какие чаще всего говорят, но они остаются только лишь в комментариях в интернете. Поэтому присаживайтесь поудобнее, сегодня будет интересно, полезно, и вы точно узнаете для себя что-то новенькое. Но прежде чем мы начнем, спонсор этого ролика, и мы продолжаем. Друзья, знаете, что у меня здесь? Это то, что я вам хочу порекомендовать. Это крутейшая игруха, темная фэнтези, Raid Shadow Legends. Это полностью бесплатная РПГ, в которую вы теперь можете играть не только на своем мобильном телефоне, но также она стала доступна и на ПК. Вас ждут 16 различных фракций с уникальнейшими способностями. И орки, и гномы, и эльфы, и демоны, и многие другие. И каждая фракция состоит из множества уникальных чемпионов. Лично мне очень импонируют орки. Всегда идут до последнего, чтобы спасти свою шкуру и выжить. Также в игре действительно потрясающая графика и огромное количество различных локаций и боссов. У вас есть возможность сражения ПВП на арене против других живых игроков. И теперь в игре появилась новая групповая арена. Это следующий уровень соревнований в ПВП-сражениях. Вместо одного сражения 4 на 4 будет серия из трех сражений до двух побед одной из команд. Эпично я считаю. И помимо этого за достижения на групповой арене скоро будут давать крутые награды. Поэтому качайте рейд именно по моим ссылкам в описании. Получите 50 тысяч серебряных монет, 50 рубинов, 5 загадочных осколков, запас энергии, 1 день ускоренной прокачки, ключ кланового босса, а также крутого чемпиона-ворожея в качестве бонуса. И торопитесь, бонус будет доступен только следующие 30 дней. Рейд Shadow Legends ждет тебя по ссылке в описании. Включил? Что у нас сегодня в руках? Рапит второго поколения, где изменился действительно полностью внешний вид. Про морду, заднюю часть уже было сказано неоднократно. Изменился, конечно же, интерьер, изменились цены на автомобиль. Что осталось прежним? По сути, осталась прежним платформа, осталась прежняя подвеска. Спереди у нас идет независимая, сзади у нас торсионная балка. У нас остались те же самые силовые агрегаты. Мотор 1.6 с механической коробкой передач на 90 сил, с механической коробкой автоматической на 110 сил и турбовый мотор объемом 1.4 с DSG на 125 сил. Я вам хочу рассказать про цены. Вот на них мы остановимся подетальнее. Более того, я подготовился, у меня есть заметочка. Вот смотрите, что интересно. Если вы запрыгнете сегодня в интернет, то первая цифра, которая вас встретит, новый Рапит по цене от 792 тысячи рублей. То есть самая-самая базовая версия, естественно, с механической коробкой передач, тормоза задние, даже будут идти барабан. Пообщавшись с дилерами, я вам могу сказать уверенно, что на одного дилера таких автомобилей привозят примерно 1-2 в квартал. То есть 1-2 машины на 3 месяца, потому что эти машины не покупает практически никто. Далее, самая базовая доступная версия начинается с отметки в реале 804 тысячи рублей. То есть не такой большой разгон, вот этих автомобилей вы уже сможете найти. Самая популярная версия с точки зрения цены до миллиона стоит 930 тысяч рублей. Это уже будет мотор 1.6 с автоматической коробкой передач. Как правило, такие машины как раз покупают люди под такси. Такие машины покупают люди из серии, кому нужна машина для того, чтобы передвигаться каждый день, кому не нужен большой набор опций. Самая популярная версия с точки зрения нафаршированности. Вот примерно как в нашем случае, все то, что вы сегодня увидите, это примерно стоит 1 миллион 100 тысяч рублей. Если быть точным, разбег будет 1 миллион 0,50-1 миллион 150 тысяч рублей. Все зависит от опций, которые вы выберете. Очень часто люди пишут, блин, ну возьми хоть ты мотор 1.4, чего вы все берете 1.6? Я объясню. 1.6 представлен на тест-драйвах у дилеров по одной простой причине. Это самое популярное сочетание. 1.6 автомат с точки зрения продаж. На втором месте идет 1.6 на 90 сил. И вот уже на третьем месте с точки зрения продаж как раз идет мотор 1.4 с DSG. И вот если мы будем рассматривать версию 1.4, то ценник там начинается примерно от 1 миллион 100 до 1 миллион 250. Вот в этом диапазоне самый нафаршированный рапид с дополнительными опциями будет стоить вам примерно 1 миллион 300 тысяч рублей. И вот здесь я хочу сделать маленькую ремарку. Вот 5 лет. Много это или мало? Друзья, в 2015 году за 1 миллион 270 тысяч рублей я купил себе Мазду 6, где также была диодная оптика, где также был в принципе хорошо укомплектован автомобиль. Было все самое необходимое. Не было таких мелких фишек, как например подогрев руля, которые появились потом в рестайлинге. Были 19-е колеса. Это был седан D-класса. 2 литра. Паспортный разгон 10,5 секунд до первой сотни. Сегодня вот эту машину действительно в принципе можно назвать народным автомобилем. Это конкурент кому? Ну брату Пола, Kia Rio, Hyundai Solaris, ну и отечественные автомобили. Что вам выбирать, думайте сами. Визуально по картинкам, да, когда в интернете его анонсируют, вроде бы неплохо. Вживую стоишь, ну узковат автомобиль. Вес у него 1200 с чем-то килограмм. Когда ты едешь на дороге чуть сильнее рулем, вот начинаешь просто проверять, как он стоит на дороге, он весь начинает раскачиваться. Клиренс у автомобиля 170 миллиметров, за что собственно вот этот автомобиль любят, ну потому что он высоковат. Оптика достойная, то есть это вам непривычный галоген, то есть в вечернее время у вас к ней вопросов не будет. Вот, колеса на машине могут быть либо 15-е, либо 16-е, что собственно для этого сегмента плюс, потому что машина действительно мягкая. Вот мы ехали, ну я вам скажу одно, что пока машина свежая, но действительно на 16-х колесах придраться не к чему. Машина вполне достойно отрабатывает, вот я прям по кочкам еду, чисто тест-драйв парни, вот раз-раз проселочная дорога. Нормально, не шумно, самое главное, что нет таких, знаете, ударов, громохучести, то есть отрабатывать прям так вот монотонно. Но вполне возможно, что еще у нас и днище обработано, потому что машина тестовая, то есть мы когда едем, какого-то постороннего шума от днища, от колес, от арок нету. Ну вот смотрите, прям брык-брык-брык-брык, проскакали. Ну вот так вот, например, 15-ю, 16-ю резину на зиму купить, ну вы там, я думаю, уложитесь здесь на 15-ю тысяч в 10-ю, там 12 рублей, 16-ю, ну если прям самую какую-нибудь крутую взять, то наверное рублей в 20-ю, ну не больше, опять же там 3-4 тысячи рублей за баллон найти можно. Можно. Касаемо каска на этот автомобиль, если делать, ну примерно делать расчет из серии, что вам лет 10 стаж у вас водительский, примерно 40 тысяч рублей средняя цена. На кого-то это может быть ниже там 30, на кого-то это может быть 50, все зависит от вашего стажа, прописки, возраста, аварийной езды. Вопрос скидок всегда интересен и актуален. Каждый из нас хочет сэкономить и купить автомобиль свеженький, новенький, сэкономией. Вот на эти автомобили прямая дилерская скидка в среднем 20-30 тысяч рублей. Знаю, что по регионам, где машин мало, такие автомобили вам предложат купить по розничной цене, так еще при этом купить доп. оборудование. В чем минус покупки доп. оборудования? Вам скажут, мы вам дадим комплект на 100 тысяч рублей, в реале, если вы посмотрите, этот комплект можно купить на стороне за 30 тысяч рублей. То есть 70 тысяч рублей дополнительный доход для дилера. Если мы рассмотрим версию предыдущего Рапида, которые на сегодняшний день тоже остались, вот там скидка в среднем сходу 80-100 тысяч рублей. Поэтому, если вам не принципиально новый, предыдущий, вам просто нужны колеса, как вариант, вот сейчас вы как раз можете обратить внимание на предыдущий Рапид. Словно кино записываем. Если обратиться к государству за той самой субсидией, минус 10%, это действительно работало буквально до последней недели. На данный момент, когда вы видите этот ролик, такая программа уже заканчивается. Но пока она действовала, действительно, людям делали реально прямую скидку 10%. То есть можно было купить подобный Рапид не со скидкой в 20-30 тысяч рублей, а в среднем со скидкой 130-150 тысяч рублей. Все зависит от комплектации. Это реально получалось, люди оставались довольны. Что происходит сейчас? Субсидии кончаются. С 21 по 26 июля должно пройти заседание нашего правительства и, возможно, эту программу продлят. Что с ней будет в реале, когда она вернется, неизвестно. Следите за новостями. Но ей действительно можно было воспользоваться. Некоторые ждали, думали, так, ну 20 тысяч сейчас, подождем сейчас, дожмем дилера, будет 50-70, не будет такого. Я уже рассказывал ранее, что на заводе у них сгорели комплектующие, некоторые машины собраны, на них не хватает лишь поставить задние фонари. Ждут оптику. Соответственно, машины подводят, их очень быстро разбирают. Но действительно, машина в нашей стране там хорошо продается. То есть востребованный автомобиль, людям нравится он по комфорту, потому что у нас кузов лифтбэк. Но до этого давайте мы дойдем чуть-чуть позже. В силу того, что здесь вас удивить нечем, я вам хочу сказать следующее. Очень часто люди хотят видеть турбовый мотор. И сначала, когда я общался с людьми, так же я частенько читаю ваши комментарии, заметил, что в регионах, вот особенно прям подальше-подальше от Москвы, всякие-то эти турбовые моторы, ДСГ, люди им особо не доверяют. Хотя к ним уже вопросов становится все меньше и меньше. В нашем случае мотор идет 1,6. Чем он грешит? Масложором. Примерно литр на 10 тысяч км, но он жрет. Я про это даже рассказывал раньше. Помню, когда-то в меня за это даже кидались палками. Но это реально есть, это отмечает даже официальный дилер. Отмечу лишь одно, что мотор 1,4 с ДСГ разгоняется примерно 9,2 секунды. Для этой массы, там, ну, тонна 200 с чем-то, это нормально. То есть ничего удивительного в этом нету. Но люди хвалят, там, наживают машину пушечкой, гоночкой. Опять же, там кто-то пытается ее дорабатывать, чтобы она ехала еще интересней. Техническое обслуживание. Я уточнил актуальные цены, что сегодня по ТО. Первое ТО стоит примерно 12-13 тысяч рублей. Второе ТО стоит примерно 18 тысяч рублей. У дилеров цены могут разниться. С дилерами на ТО точно так же можно торговаться. Поэтому вполне возможно, что вы недавно проходили ТО, вам сделали на него ценник ниже. Если у вас стоит защита картера, то, естественно, вы за это постоянно будете доплачивать. На стороне все это будет делать дешевле. Как правильно? Обслужился, есть какие-то рекомендации, есть там, свечи поменять. Еще что-то, тормозные колодки. Всегда можно поехать на сторону, к знакомому в гараж, и он тебе там все сделает. В остальном, вот, ну к чему можно придраться? ДСГ 80-120 тысяч, в любом случае, возможно, потребуется ремонт. Понятное дело, что на автомобиль сейчас идет гарантия 3 года, и первые 100 тысяч полетит на этом периоде, вам поменяют. А так, примерная цена ремонта обойдется, ну, в среднем, я назову так, 25 тысяч рублей. А дальше нужно смотреть, что сломается, потому что ремонт может обойтись и дороже. Абсолютно каждый автомобиль, который мы снимаем, когда я называю цены, всегда есть комментарии серии, просто пипец, куда летят эти цены. Люди в шоке, я сам в шоке, то, что вот эта вот машина стоит миллион 150, и на нее там могут сделать прямую скидку просто 20 тысяч рублей. Ну, вот просто, друзья, вот этой машине реально комфортная цена, ну, 1600-1700 рублей. Вот, чтобы сегодня вот такая комплектация стоила, допустим, там, 690, самая простая 500. Вот это было бы круто, потому что здесь берешь, открываешь дверь, ну, все легкое, понятное дело, машинка простенькая. В тот же момент есть интересное решение по дизайну. Например, руль, мне действительно прям очень сильно понравилось. Опять же, он у нас идет с кожей, это отдельная доп. опция. В простых версиях он у вас будет просто пластиковый. В остальном, садишься в машину, все интуитивно, понятно, никаких здесь изысков, так сказать, нету, чтобы вас прям чем-то удивить. Но в тот же момент машина нафарширована там приятными опциями. Подогревы есть, подогрев руля есть, климат-контроль есть. Можно выбрать даже опции, когда у вас сам будет включаться ближний, дальний свет. То есть, в этом плане нормально. Присаживаясь за руль, ну, что сказать? Вот, серьезно, вот мы сейчас приехали с оператором, это мой друг, с которым мы совсем недавно катались на Audi Q7. Вот мы садимся, я говорю, что, как тебе? Ну, в Audi Q7 поинтереснее был, ну, конечно, поинтереснее. Я вот поэтому и снимаю. Дорогие машины очень часто бывают спрашивают, зачем ты снимаешь тачку за 6 миллионов? Блин, друзья, ну ты там садишься, я всегда стараюсь вам передать атмосферу, сказать, вы посмотрите, как круто. Ну, просто там есть что посмотреть. Здесь же, ну, что вам рассказать? Двери простые, хлипенькие. Вот эти крутилочки настраиваются, да, которые, ну, зеркала. Здесь пластик дешевый, ну, а какой он должен быть? Придираться, поймите, в плане качества к этому автомобилю, его можно обосрать просто на раз-два. Сказать то, что это вообще балалайка, это неуважение к людям, когда делают такие тачки по таким ценам. А с другой стороны, как бы, ну, а к чему-то, сел, да, сидение неудобное, ну, реально неудобное. Я сажусь, прям, вот никак не могу под себя их подстроить. Подлокотник маленький, то есть, действительно, вот ты садишься, вот мы сидим, едем сейчас, друг друга толкаем. Хотя мы, сами видите, ну, не кабаны какие-то там здоровые. Я не представляю, что будет, если там сядет, допустим, жена 100 килограмм и муж 120. Да вообще, куда ты, вот на этой машине? Она вот так вся шатается. По-остальному, да, ну, приятный интерьер. Как бы здесь уже выбирайте сами. Кому-то понравится Polo, кому-то понравится Kia Rio, кому-то понравится там Solaris. По сути, все одно и то же. Силовые агрегаты везде плюс-минус одни и те же, все вам известно. Ждать каких-то подвохов, глобальных проблем с этой машиной не стоит. Купил, вот, обслуживаешь, наслаждаешься, ездишь. Все продумано, маркетинг продуман. Люди, кто не могут купить себе дорогие машины, им, как правило, все равно стараются делать машины более надежные. Вот здесь как раз у нас та самая история. Если передние сиденье чуть вперед подвинуть, то, в принципе, детям там сзади будет комфортно. Опять же, ну, взрослым людям здесь не норм. Хотя эти машины очень часто покупают для такси. Покупают, зарабатывают на них деньги. Кстати, в такси вот эти машины пробегают, ну, просто огромное количество километров. Средний расход топлива, ну, я бы сказал, там, 7-8 литров. Опять же, здесь цифры называть не нужно. Вы все это знаете. Машин очень много. Машины давным-давно передвигаются по нашей стороне. Вот эта Skoda надпись у них, типа, пошло, еще, я помню, с прошлого года, там, с Kodiaq, типа, новый фирменный стиль. Что приятно, у лифтбека есть дворничек, у нас есть камера. Опять же, вот вы вдумайтесь, смотрите, у нас камера на машине, которая стоит миллион сто пятьдесят. Но она без динамической разметки и качество реально хреновенькое. Я сравниваю просто с Mazda 6 2015 года. Там и динамическая разметка была, и качество было гораздо выше. Но багажник 530 литров. Вот в этом плане лифтбек, это его огромный плюс. Вот ради даже одного багажника, это можно делать выбор в пользу либо Polo, либо Rapido в сравнении, если там Kia Rio, либо Solaris. Ну, потому что места действительно много. Опять же, можно сложить сиденье, место будет еще больше. Удобный багажник нагрузился, поехал. Поэтому эти машины очень часто выбирают как и молодые люди, так и более взрослые люди. Ну, здесь говорить нечего, вы с этим точно так же знакомы. Если рассмотреть брата Polo, то брат Polo будет дороже в среднем на примерно пятьдесят тысяч рублей, чтобы вы понимали. Этот будет стоить миллион сто, Polo будет стоить миллион сто пятьдесят. Технический разница там с точки зрения моторов, ну, если я не ошибаюсь, там одно и то же стоит то же самое, что и здесь. Поэтому тут, смотрите, здесь это больше сделано, что здесь вот вам такой внешний вид дают, на Polo там другой внешний вид. То же самое, что и у корейцев присутствует. Налог на автомобиль, ну, примерно шесть тысяч рублей в год. ТО вы проходите раз в пятнадцать тысяч, чаще, по сути, здесь проходить не нужно. Силовые агрегаты более чем достойные. По угону особых нареканий с автомобилем нету, конечно, их угоняют, но в целом так, чтобы из каждого двора постоянно гнали, такого нету. На фотках он выглядит гораздо круче. Вживую, когда он чистенький, вот вокруг мы на него смотрим, ходим нормально, садишься, вроде бы неплохо, но когда едешь, ты понимаешь то, что, блин, это дешевая машина. Вот теперь давайте посчитаем просто. Вот огромное спасибо дилеру за предоставленный автомобиль. Поймите правильно, исключительно мое мнение, понравится вам машина, берите, просто вот взвешенно делаем объективно. Вот, к примеру, машина стоит миллион, там, сто пятьдесят. Ну, окей, вам сделали скидку двадцать тысяч рублей, потому что вы под программу уже не успеваете. Что нужно сразу кидать сюда? Ну, например, каска на первый год, тысяч, там, тридцать пять-сорок вам обошлось, пожалуйста. Нужно будет в любом случае сразу купить себе зимнюю резину, ну, как, без нее ездить не будете. Поставить машину на учет, купить ОСАГО, полный бак, все такие мелкие расходы сопутствующие. То есть, условно, я думаю, рублей сто ты сразу накинешь. То есть, миллион двести пятьдесят тысяч рублей, и у тебя возле дома стоит полностью готовый к ежедневной эксплуатации новенький Рапид. Вопрос, где машины, почему такой небольшой выбор? Частенько люди обращаются в Москву, почему? Говорят, в своих регионах обращаются, машин нет. Объясняю, значит, у Шкоды такое правило, что они каждый август постоянно уходят на каникулы. Это связано по двум причинам. Первый, меняется производство, то есть, они перестраиваются под новые автомобили, связанные с техническими данными. В данном случае они уходят не на десять дней, а на целый месяц. То есть, в августе машин делать не будут вообще. Соответственно, машины привезут где-то, скорее всего, к концу сентября, к началу октября. Вот там появится больше автомобилей. Поэтому, если вы из серии, то что я лучше подожду, ну, ждите, значит, где-то октябрь, ноябрь. Машин будет больше, возможно, скидки будут больше. Но официально уже известно, что в сентябре планово, как обычно, плюс один-две процента к цене автомобилей прилипнет. Селектор переключения передач под рукой. Большой, но это все стандартно. Подлокотник регулируется, можно сделать пониже. Ну, тут, понимаешь, тебя уже тут ничем не удивить. Все, вся основная информация рассказана. Поэтому, друзья, здесь добавить больше нечего. С точки зрения шумоизоляции, шумная тачка, если кто-то скажет, ой, блин, мне, торопит, потише, ну, потише в сравнении с чем? С ладой? Вполне возможно. Но вот так вот ты едешь, от стекол все равно шум есть. Опять же, когда ты открываешь стекла, вот этот, да, звук, ну, это звук вот недорогих автомобилей. То есть на более дорогих аномарках это все плавно, так потихоньку открывается. Но в тот же момент, вот я скажу честно, визуально, когда ты сидишь, руль приятный, реально приятный. Приборная панель, да, она простая, но там есть все самое необходимое. Мультимедиа у вас здоровая. Можно подключить Apple CarPlay и у вас будет навигация идти. Оптика диодная. Климат-контроль. Ну, что еще нужно? Подогревы есть, центральный замок есть, бесключевой доступ есть. Ну и тачка стоит миллион 150. Это не то, что, о, Rapid, молодцы, там, Skoda. Бабок ты платишь и у тебя все есть. За 804 тысячи рублей у тебя не будет ни хрена. 1.6, все понятно, для спокойной езды. Ну, вот так вот, раз, в поток мы, оп, газку, газку. Курсовая срабатывает, оп, заорал, да. Вот это вот единственное, что не нравится на сегодняшний день в атмосферных моторах, то, что газку сильнее даешь, а здесь по-другому нельзя. Здесь, если ты плавно будешь додавливать, ну, мы, блин, в поток так не впишемся. Здесь нужно по-любому притопить, но, как я сказал, это день-два, неделю ты привыкнешь к звуку. Он тебя уже напрягать-то особо не будет. Ты это почувствуешь, когда ты пересядешь на автомобиль классом выше, где потише, там, турбовый мотор. Покупать ее или нет, выводы здесь делать только вам. Дальше мы снимем BMW X6 2012 года. Это первое поколение, которое можно купить за 1 миллион 250 тысяч рублей. В хорошем состоянии, в каком, мы вам прямо живой пример в ролике покажем. Машина будет с пробегом 110 тысяч километров. И вот вы думаете, что брать-то, новенький Рапид или, например, какую-то вторичку? Не обязательно X6 там. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там всегда выходят только свежие новости. До новых встреч, всем пока-пока!